Друзья, всем здравствуйте и всем добрый день, доброго времени суток и добро пожаловать в игрушку портия. Ну или my time at портия, кому как угодно. В общем, такие дела. Я тут целый день рыбачил, а пока я рыбачил, у меня здесь делались слитки потихонечку. Вот уже сделалась плита последней, теперь я могу наконец-то запилить мост. Но прежде чем пилить мост, я хочу сказать вам, что я баран. А именно, оказывается, что вот здесь есть такой значок стульчика, то бишь мебель разная. И можно здесь сделать разные вещи, там книжную полку или вот, например, деревянное хранилище. Именно это я и хотел сделать, как-то в прошлой серии об этом говорил, так как мне некуда складывать мои предметы. Вот даже видите, я сделал деревянное хранилище, а оно не поместилось или что? Сейчас я не знаю, чтобы такое выложить, выбросить, чтобы поместилось. Сейчас все повыбрасываю. Вот, и теперь я могу себе... Ага, вот оно добавилось, отлично. И теперь пойдемте его где-нибудь в доме поставим. Так, и где же тебя поставить? Ну, наверное, логично где-то около кровати. Правда, почему-то под стенкой ставить нельзя, вот здесь можно. Ну вот, отлично, по-моему, идеально. Так, оно не такое же большое, я вам скажу. Ну, давайте посбрасываем туда пока... А как выбросить? Так, это я выбросил куда его? Не, мне нужно как-то... Как-то его перебросить. А как? Просто вот так... А, просто рукой, да? Что-то я привык в Майнкрафте шифтом его бросать. А тут немножко все по-другому. Ну, в любом случае, уже я себе разгружу инвентарь. Правда, нужно это делать более с умом, я сейчас это делаю как попало. И да, ну ладно, пока что так. И да, кстати, вот смотрите, я уже могу себе позволить купить вот эту вот строку инвентаря. Открыть за 3000, да? Да, отлично. А следующее сколько? 4500, кошмар. Бандиты, как говорит моя бабушка, совсем с ума посходили. Такие деньги драть с людей. Ну ладно, давайте-ка уже сделаем наконец-то этот мост. Раз. Два. То есть, это только верхняя часть, а еще нижняя нужно было. Кстати, вы где-то здесь видите бронзу? Я вижу только дерево и медные трубы. Ну, еще веревка. Зачем было бронзовую плиту делать, я не знаю. Но в любом случае, мне еще нужно... А, каменный кирпич и бронзовая плита. А, это убрать. А, так подождите, у меня есть каменный кирпич сейчас. Где-то у меня в закромах родины он был. Вот, пожалуйста. Только сколько там нужно было, я что-то не заметил. Так, две штуки. Или нет, стоп, каменный кирпич. Ага. Блин, это нужно три штуки сюда, три штуки. И да, где вы видите, что он с кирпича? Это же тоже дерево. По-моему, игра мне немножко пытается обдурить. Ладно, давайте пилить каменный кирпич. Да, я уверен, что хочу отменить, делаем каменный кирпич. Ах, опять ожидание. Да еще и целый день и... И сколько там минут? 56 минут. Класс. Класс, 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 класс. Класс. Чем пока я могу заняться? Ну, о, кстати говоря, я же могу сделать кирку. Хотя-то еще хотел вам показать, что я могу сделать кирку. Без вас не делал. Вот кирка. И... Точнее, бронзовая кирка. Вот бронзовая кирка, я могу ее себе скрафтить. Все. Теперь у меня немножко прокачаны мои инструменты. Надеюсь, мне это поможет в будущем добывать более качественно и более... Больше всего более интересного. Более, более, более. Ну что, что еще такое? Ой, знаете что? Я еще хотел книжную полку запилить, пока все равно там делается. А мне книжная полка нужна, знаете ли. Причем, знаете, я сделаю сразу... Кстати, нет, я еще стул сделаю. Все, книжная полка. Где она, кстати говоря? Вот стул. А вот книжная полка. Сейчас мы пойдем ей украшать свой домик. Давайте где-то тоже рядом с кроватью. Здесь нельзя. Ну, давайте вот тут вот. Только как-то лицевой стороной можно? А вращать-то вот так. И стул, чтобы читать книжки. Вот, красота. Так, я могу что-то положить на эту полку. А что мне такого красивого на нее положить? Давайте положим гусеницу. Вот, а у меня еще есть два места. Кстати, книжку можно положить. Все-таки это книжная полка, правильно? И давайте еще положим сюда. Вот такое вот растение. Типа вазончик будет, да? Ну, как-то так пока что. Забавно. Ну, а тем временем, в принципе, пока что особо ничего не изменилось. 23 часа ожидания. Так что я пойду немножко порабачу, ребятки. Увидимся через секунду. Фух, наловил я немножко рыбки. И, оказывается, здесь закончилось топливо. Я же буквально недавно запрял. Почему? Можно как-то увеличить размер топливного бака? А то вот слишком часто заканчивается. Здесь я как заправил, так еще не заправил вообще ни разу. А там столько раз заправил, заправил. И вот на тебе. Кстати, можно пока там делается, скрафтить себе немножко досок деревянных. Потому что из них делается мебель. Так. Блин, долго еще делать? Хотя, смотрите, я уже могу еще одну колонну поставить кирпичную. Хотя здесь почему-то она на вид деревянная. Ладно, мне еще нужно 6 кирпичей. А здесь сколько? А здесь 8. Ну, в любом случае, ждать, что нужно. Я пока что пойду по... Знаете, нет, не посплю. Мне же нужно подарить розочки и Элис подарки. У меня уже такая... Блин, я уже испугался, что тут творится. Это мужик отжимается. Я думал, там человеку плохо. У меня уже такая традиция дарить каждый день подарки, так что... Ну, я думаю, вы смотрите мой летсплей, вы знаете. Так что давайте-ка. Во-первых, купь... Блин, облом. Облом. 7 часов уже магазин закрыт. Слушай, ну я тебе если мед подарю, ты не слишком сильно расстроишься? В любой непонятной ситуации дари мед. Спасибо, это мило. Ну, пускай покушает мед. А вот, кстати, для розочки у меня есть хороший подарок, а именно рыбку. У меня всегда при себе рыба. Я просто в любой непонятной ситуации я иду на рыбалку. Вот если есть время, которое нужно куда-то убить, убить, я иду на рыбалку, чтобы купить себе рыбы... Купить себе... Словить себе рыбы, и чтобы потом ее продать, и были деньги. Плюс я еще розочки как раз-таки дарю. Но сегодня где-то розочка запропастилась. Последний раз она была со мной, потом куда-то пропала. Как-то она пропадает довольно резко. Булочная уже закрыта. Блин, всем все закрыто. Все магазины уже закрыты. Город, в принципе, почти что спит. Возможно, розочка тоже где-то спит. Посмотрите, кстати, сколько я наловил рыбы. 26. 5 дорогих. И 40. 40. Вы просто посмотрите. 40 не особо дорогих. Ну, эти по 200. Но те, которых 40, они по 100. Так что тоже довольно выгодно. Вообще, вот это место, которое справа от моего дома, оно, по-моему, самое такое рыбное. Но я еще не все места открыл, потому что я пока что не могу на другой остров перейти, так как я еще не сделал мост. И, кстати говоря, если кто не помнит, сегодня мы мост этот закончим до конца. И уже сможем посетить ту сторону портии, так сказать. Ну что? Один кирпич есть? Да давайте дозаправим, чтобы что-то наверняка. И пойдем спать. Интересно. Мало ли, следующий день будет тоже каким-то праздником. Ложимся спать. Эх, новый день, новый день, новые приключения, новые возможности. Итак, что у нас уже готово? Давайте посмотрим. Так, три кирпича. Ну, мне еще два нужно. И, скорее всего, нужно запрять. Конечно, нужно запрять. Здесь у нас семь из десяти. Хорошо. А что я могу скрафтить из дерева сегодня? Кстати, вот кресло нам... А, для кресла нужен хлопок. А для книжной полки что нужно? А, крепкое дерево. Давайте еще один стул создадим, а то мало ли к нам придут в гости, а стула не будет. Давайте где-то еще... Давайте его справа поставим. Симметрично. Вот так. И да, у нас, кстати, выросла на две позиции выносливость. Точнее, даже не выносливость, а очки и действия. Так что, если целый дом заставить стульями, можно будет неплохо так прокачаться. Давайте еще поставим еще одну вот колонну. И осталось только два кирпичика. Вот уже даже один. Блин, один кирпич. А, давай готовься. И почему здесь надпись for sale? Требуется голод для покупки этой земли. А, серьезно? Почему я раньше этого не видел? То есть, я могу купить себе новую землю. В смысле, расширить свой участок. Так, ребятки, я этим пошел заниматься. Я, короче, могу продать рыбу. Именно... О, кстати, розочка, розочка, стой. Во-первых, привет. А, во-вторых, давай тебе что-нибудь хорошенькое такое подарим. Ну, вот, например, вот это. Так, пошли кому-нибудь спихнем свою рыбу. Сколько вообще ты мне дашь за рыбу? 114. Хорошо. А сколько, например, Элис мне дашь за рыбу? Кстати, возможно, из-за того, что у меня с ней отношения улучшены. Может, она больше будет мне платить? А, она вообще рыбу не покупает. Понятно. А ты мне сколько дашь за рыбу? 114. Ну, в принципе, все равно. Ух ты, елки, сколько я рыбы только что продал. А. А, то есть это я еще даже не все продал. Отлично, я смогу сейчас продать еще. И еще заработать кучу денег, кстати. Давайте сразу Элис подарим. Блин, я бы хотел подарить тебе вообще какой-то крутой букет. Ну, давайте пока что это подарим. Привет, у меня для тебя, как всегда, шикарнейший букет роз. Да-да, это тебе. Я рад, что тебе нравится. Но у меня сейчас другие дела. Мне нужно продавать рыбу. Я рыбный барыга, рыбный торговец. 5. А у тебя довольно много денег, я смотрю. Так что можно тебе еще толкнуть вот это. И вот это. В любом случае, рыбу я еще, уверен, словлю и не одну. Ну, все. Я думаю, там уже сделалось все, что нужно. И можно уже до конца доделывать мост. Так что побежали быстренько. Еще один кирпичик мне всего лишь нужен. Серьезно, еще не сделалось. Ох, жесть. Здесь доски потихоньку делаются. Хорошо. Ладно, у меня еще есть мысль. Знаете, куда зайти? Пойти купить себе наживки. Потому что у меня уже совсем мало осталось гусениц. Ну, 233. Я же бы, чтобы у меня было побольше, чтобы я всегда имел запас. Так что я возьму себе еще где-то штук 800, наверное. Мне, кстати, интересно. Если я возьму больше тысячи, то они как-то станут вторым? Ну, то есть два места займут в интере? Или все-таки будет написано, что их больше тысячи? Сейчас мы это как раз-таки, возможно, и проверим. Ну, давайте купим сразу все 900. Спасибо за помощь. Здравствуй, ты что-то хочешь купить? Так, я у него все выкупил. Ага, и где? Ёлки, сколько гусениц я купил. Вы представляете, в реальной жизни столько гусениц, чтобы было в руках. Да, они становятся вторым местом в интере. Так что невыгодно носить с собой больше тысячи гусениц. Но ничего страшного. Сейчас я сброшу половину себе. В рюкзачок, в сундучок. Как мне нравится бегать по этому полю. Такая атмосфера прям вообще. И этот звук шагу. Топ, топ, топ. Так, ну я думаю, кирпич уже должен был сделаться. Да, кирпич готов и все. Пожалуйста, последняя колонна. Мост готов. Пошли его ставить. Давайте уберем. Все, я пошел ставить. Я даже так буду эпично нести. Даже пройдусь по дороге. Что все видели? Ребята, я собственноручно сделал мост. И собственноручно я его тащу на место, чтобы установить. Блин, как назло, никого нет, чтобы полюбовались мной. Да, правильно, вон. Я почти дошел. Мост тяжелый и собака. Я что-то боюсь, что мне нужно было две таких штукенции сделать. Ну давайте сначала поставим разместить подъем моста. Ага. Хорошо, теперь разместить основу моста. Ой, а я так и знал, я так и знал. Но знаете что, я немножко рискну. Я парень... А, нельзя? Серьезно? Ай-яй-яй, разработчики сделали невидимую стену. Ну хорошо. И блин, я так и знал, что нужна еще третья часть. Но что-то я надеялся в душе, что не понадобится. Что там типа уровень выше, и поэтому оно все сойдется. Ну ладно. Ладно, я обещал, я сегодня обязательно сделаю. Не переживайте, ребята. Сегодня все будет. Ну, для вас сегодня, для меня вряд ли. Потому что за один день... Ну, за один игровой день это сложно сделать. Потому что долго делается очень все эти штукенции. Ну, сейчас я быстренько поставлю еще медные слитки делаться. И сейчас потихоньку все оно будет. Так, а кстати говоря, я уже забыл, что там нужно для... Для вот этой штукенции. Медная труба нужна. Ага, хорошо. Медная труба, крепкое дерево. Но это все мне есть. Создать. Так, крепкая деревянная доска. Пять штук, да? А, у меня кстати дерево закончилось. Ладно, ребятки. Я пока что пойду схожу, собираю все. То, что мне нужно для того, чтобы скрафтить еще такую же одну часть. И быстренько к вам вернусь. Так, уже 24 день. Я надеюсь, что уже там все сделалось. Ну, слитки, окей. Медная труба, окей. Сейчас мы еще... Сколько там? Две нужно сделать? Ну, в любом случае, они мне еще понадобятся. Уже, кстати, готовы эти штукенции. Можно, кстати, дозаправить. Вот, отлично, отлично. Работа идет, работа кипит. Так, медная труба, три штуки. И крепкая доска, пять штука. А крепких досок, в принципе, у меня уже есть. Я вот могу себе сразу раз и разместил. Все, даже одна осталась. Так, теперь осталось только подождать час и сорок девять. Ууу, тридцать девять, тридцать шесть, тридцать пять. Короче, час и с небольшим. И мы получим наши медные трубочки. Я прав? Я прав. Кстати, ну, пока мы ждем. Как обычно... А куда все... Так, раз, два, три. Напрягаем ноги. Ребят, я с вами хочу. Куда вы так все задорно, весело убегаете? Вы убегаете? Это вы зарядкой занимаетесь? А, это вы, скорее всего, просто зарядкой занимаетесь, да? А, это местный такой фитнес-тренер. Этот чувак. Я вчера его видел. Или даже позавчера ночью видел, как он там на главной площади мышц разминал. Ладно, пока что там делается. У нас есть еще целый час, чтобы подарить розочке ее законную рыбочку. Блин, столько всяких персонажей ходит. С ней можно поговорить. Но мне просто не хватает времени. По-моему, эту игрушку я буду играть еще не один месяц. Но играть реально интересно, весело. И вот это ощущение, такое приключение, ощущение уюта в этой игре дарит. Реально очень классное. Так, розочка на лососика. Мяу, да? А если я тебе еще скажу мяу-мяу? Ты довольная? Все, ты довольная. Привет. А, подожди, подожди. Да-да, пока-пока. Сначала цветы, как всегда. Покупаю у тебя цветы, чтобы отдать их тебе обратно. А скорее всего, ты их там перепродаешь, да? Признавайся, перепродаешь свои же подарки? Да-да-да-да. А давайте, кстати, с ней... Нет, не с тобой, с ней поговорим. Я вижу, что вот такой-то значок. О, один овощной салат. Вот, хочу прямо это сейчас. Даже уже не помню, какой был вкус. Овощной салат? Ты серьезно? Ну, давайте угостим ее овощным салатом. Правда, где такой найти? Здесь свежеиспеченный хлеб продается. Там наверху вроде продавалась какая-то тоже еда. Вот здесь. Но здесь с салатами и не пахнет. Здесь больше как... Всякие напитки дешевые. Кстати, а есть напиток, который восстанавливает очки действия? Да, кстати, вот восстанавливает действие энергии. Но стоит что-то ну совсем много. А 10 энергий это, можно сказать, ничего. Хотя, может, я что-то неправильно понимаю. Ладно, я, наверное, что-то неправильно понимаю. Все. Там, скорее всего, уже все готово. Так что бегом туда. Нужно делать дела. Очень много дел нам еще сегодня предстоит сделать. Нам предстоит построить целый мост до конца. Да, все. Две трубы готовы. Берем их себе в руки, кстати. А вот они, да? И ставим. Точнее, сюда ставим. Все. Мост готов. Забираем его. Погнали его, наконец-то, устанавливать. Все уже заждались. Весь город хочет попасть на новую территорию. А мы... Мы ему не давали этого сделать. Уже 24 дня. То рыбалкой занимались. То лазили по пещерам. То еще чем-то занимались. Тоже веселым. Но сегодня, наконец-то, сделал этот мост. Надеюсь, меня никто не будет ругать за то, что я так долго затягивал это все. Он такой маленький на фоне остального моста. Сейчас я его установлю. Он будет огромный. Вуаля. Все. Мост готов. Вернитесь с отчетом к Антуану. Что же Антуан? Блин. Хочется туда попасть. Ну, наверное, я сделаю это в следующей серии. Пока что все-таки, правда, расскажу Антуану, что я такой молодец. Построил мост. Пускай они мне за это деньги платят. А может еще дадут какие-то новые знания. Или новые крафты. В любом случае, будет сейчас что-то интересное. Так что пошли к Антуану. Знать бы еще где-то Антуан находится. Вроде бы в Мэрии, правильно? Или в торговой гильдии. Блин, наверное, не знаю. Давайте сначала в торговую гильдию. Я, конечно, могу посмотреть на карту, но мне что-то лень. Да, я угадал. Антуан здесь. Отличная работа. Вот твое вознаграждение. И сколько ты мне дашь? Я на рыбалке больше зарабатываю. А что за обмен наград? А, это типа насчет рыбалки. Я понял. И что дальше делать? Ну, то есть, как бы, мост сдал. И что, это все? Никто не пойдет праздновать. Типа, вот мы такие молодцы. Не устроим пикник на соседней территории. На которой я мост сделал. Ну, в принципе, вот есть поручение гильдии. Мне нужно 8 такая-то ткань. Поручение гильдии и клиника. Доктор Асю нуждается в следующих предметах. 4 стекло. Выполните, пожалуйста, это поручение. Ну, знаете что? Почему бы не выполнить? Давайте выполним 4 стекло. Я думаю... Думаю, подожди. А у меня разве нет стекла вообще вот здесь? Это что-то такое ощущение, что у меня где-то было стекло. То ли я где-то его нашел, то ли что. Ладно, пошли крафтить стекло. Ну, вот так просто хочется мне. Ух ты, какая лошадь. Ничего себе лошадь. Я что-то раньше лошадей здесь не видел. Могу на нее сесть? Прикольно. Слушайте, я бы хотел себе такую лошадь. Она, блин, быстрая. Она ведь быстрая. И можно было бы путешествовать куда-то. Ладно, я думаю, где-то стекло крафтится. Вряд ли на циркулярке. Скорее всего, на там станке-точильном. Нет. А, может оно выплавляется? Давайте посмотрим. Да, стекло. А, нужный песок. Вообще отлично, без вопросов. Там было 4 штуки. Пожалуйста, стекло. Создавайся потихонечку. Стеклышко ты мое. 13 часов. Ну, я пока схожу на рыбалку. Как обычно, увидимся через долю секунды. Так, господа. Стекло, разумеется, готово. И теперь, что мне нужно сделать, чтобы его отдать? То есть, вот у меня задание поручения гильдии. А, кстати, говоря, я заметил, что у этого задания есть время. А у остальных заданий нет. Это хорошо, потому что я не люблю делать по времени все. Так, вот. А куда мне его... Клиника, ну, клиника. Я так понимаю, куда мне его деть? Я вот стекло сделал. 4 штуки. Готово. И что, пойти сходить, дать его прямо в гильдии, что ли? Или в клинику идти? Кстати, привет. Я же не забываю про тебя. Ты не думай, пожалуйста. Так, хорошо. Сходим в гильдию. Кстати, а клиника вот рядом? Или это не клиника? Что это такое? Нет, это совсем не клиника. Это что-то другое. Так, гильдия еще закрыта. Серьезно? И, ребята, просыпайтесь. Уже почти 8 часов. Ладно, пока посмотрю. Может, где-то здесь клиника есть? А, ладно, уже 8 часов, так что можно идти. О, Хиггинс пришел. На работу первым, да? Так, хорошо. Я могу сдать здесь? Или здесь я только могу получить, да? Антуан, подскажи парнишка. Да не хеллоу. Слушай, я хотел... Но обмен наград это не это. Тем более, это вообще руководство. Обмен наград. А, взаимодействие может быть? А, это взаимодействие с ним. Я думал, это взаимодействие с ним, как с работником гильдии. Блин, поручение гильдии стекло. Ну, куда же мне его отдать-то? Да, здесь, кстати, много разных заданий. Они довольно простые. В отличие от заданий сделать мост. Так что я уже испугался, что мне придется всякой такой сложными вещами заниматься. Оказывается, там довольно простые задания, так что можно их по-быстрому делать. Слушайте, давайте глянем на карте, где здесь клиника. А, вот. Клиника доктора Сью. Ой, а как ее найти? Я поставил метку, только я не понял, куда я поставил. Куда-то туда наверх. Ага, вот я вижу метку. Я понял, вот сюда-сюду мы можем пройти. Айзек занимается йогой. Блин, ну как же я хочу себе лошадь. Посмотрите, на ней можно даже по ступенькам ходить. А, так это магазин. Кстати, магазин деталей. Блин, нужно зайти сюда как-то в следующей серии. А клиника тем временем где-то... Стоп, это я ее пропустил или это... Это она внизу, да? Да, док... А, это дом доктора Сью. Ладно, возможно, она еще дома, как бы. Раннее утро. Самое забавное, что дома они не запирают. Ну, я не пришел сюда ничего грабить. Я хочу все-таки в клинику, а не в дом. А, я уже испугался, что отсюда выйти нельзя. Так, клиника. Где же клиника? Да, здесь интересно. Локации такие, они все неровные. Неровные. Прям ходишь туда-сюда, все исследуешь. Интересненько. Так, хорошо. Хорошо, где клиника? Кстати, о лошади. Вот, кстати, лошади, лошади. Видите, их можно купить? Нет, их нельзя купить. А, а вот и клиника. Отлично. Так, подождите-ка. А мне нужен Сью или... Там магазин при клинике. Ладно, ты кто такой? О, кто тут у нас? А, вот, кстати, есть поручение от гильдии теперь. А есть еще какие-то другие вещи. Акупунктура. Забавно. Видимо, у особых персонажей есть еще особые вещи, как видите. Особые возможности. Ну, давайте ей сдадим. Неплохая работа. Если будешь чувствовать недомогание, приходи к нам в клинику. Полечим. Слушайте, неплохо. Так можно потихоньку делать задания. Но я думаю, для сегодняшней серии уже достаточно я всего сделал. Потому что и то, и это. И мост наконец-то уже сделали. И рыбы наловил дофига. Ух ты. И можно по крышам. Паркур, пацаны. Паркур, ребята. Круто. Я убьюсь, если упаду? Нет. Мне нравится. О, кстати, это мои подарки, я насколько помню. Медный слиток, кожа. О, медный слиток 10 штук. Серьезно? Так, ребята, по-моему, сейчас мы серию не заканчиваем. Я быстренько. Кстати, думаешь, я про тебя забыл? А вот нифигашеньки. Держи. Я тут просто в гильдии заметил кое-что интересное. А именно поручение от гильдии. Нет, не это. Бронза. Блин, бронзовые. А у меня медные. Ах, обидно, обидно очень. Кстати, в магазине нужна циркулярная пила. Две штуки. Без проблем я себе возьму. А это что такое? Магазин бронзовый слиток. Бронзу мне нет. А это... Деревянное хранилище. Тоже возьму. А, вы больше не можете принимать поручения? Ладно, ребята, все. А то я так никогда не закончу. Я думаю, пора уже заканчивать. Так что всем большое спасибо за просмотр серии. Надеюсь, вам понравилось. Как обычно, заходите еще. Будет еще впереди много интересных серий по этой игре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.